По-прежнему в прямом эфире Prime Time и мы продолжаем. Война в Судане провоцирует самый масштабный в мире продовольственный кризис. Под угрозой голода находится 25 миллионов человек. А тем временем американцы скоро не смогут пользоваться мировой сетью TikTok. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей рубрике «Мир сегодня». Гражданская война в Судане провоцирует крупнейший в мире голод. Из-за конфликта под угрозой оказались более 25 миллионов человек. 18 миллионов из них уже столкнулись с острой нехваткой еды. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Из-за боевых действий и отсутствия безопасных маршрутов, ведомство также не может предоставить жителям Судана гумпомощь. Местные власти закрыли доступ к гуманитарным организациям. Около 8,5 тысяч мигрантов погибли по всему миру в 2023-м. Так, прошлый год стал самым смертельным для переселенцев, передаёт Международная организация по миграции. Число погибших превысило показатель 2022 на 20%. Эксперты подчеркивают, не всем доступны безопасные пути перемещения. Самым опасным маршрутом остаётся Средиземное море. За 2023-й там зафиксировали свыше трёх тысяч смертей и пропаж без вести. Мировые цены на какао-бобы бьют рекорды. За полтора года они подорожали втрое. В связи с этим увеличилась стоимость и на шоколад. Способствуют росту цен неблагоприятные погодные условия. Засуха, болезни и грибковые инфекции, вызванные климатическими явлениями, нанесли серьёзный ущерб урожая в Западной Африке. Регион является основным производителем какао-бобов в мире. Прошлый месяц стал самым тёплым февралём на Земле за всю историю наблюдений. Средняя температура продержалась чуть выше 13,5 градусов. Температура Мирового океана также почти целый год находится выше нормы на уровне 21 градуса. Учёные связывают изменения климата с деятельностью человека. Сжигание нефти и газа повышает концентрацию парниковых выбросов в атмосфере. Исследователи ожидают, что 2024 год будет ещё жарче. Тик-Ток запретят в США. Президент Джо Байден одобрил соответствующий законопроект. Американские политики считают, что соцсеть создаёт угрозу национальной безопасности, предоставляя неограниченный доступ к данным жителей штатов. Эксперты считают, что на бан также повлияло наличие вредоносного контента. Ожидается, что закон вступит в силу в течение полугода. Тамерлан Ким, 24КИЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова